Первое, что мы должны побеседовать с директором предприятия. Мы с ними поговорили. Они гарантировали выполнение моих законных требований. Пока что требования не выполнены. Они хотели вложиться в вас. Так вас привезли в суд. Вы это тоже требовали в этот суд. Не так ли? Да, но это уголовные суды. Меня стали вывозить в уголовные суды. Но там, во всяком случае, начальник спецчасти, господин Владическу, он сотрудничает, идет на контакты. Обещал также и чеканские суды. Это по определению сроков, по объединению сроков. Секундочку. По объединению сроков. Но в существенных вопросах медицина пока не нашла Национальная пенитенциальная администрация. Посмотрите, у меня полностью изуродован рот. У меня я даже привезла специально для вас, чтобы показать, что там не было. Значит, голодовские помогают, да? Можно решать. Это ненормально и неправильно. У меня организм вымотан до предела. Я пожизненным инвалидом стала в тюрьме. Понимаете? Это все, конечно, нарушает. Но когда калечат человека и не признают законных требований, в то время, как вы видите, основные мои задачи отстоять, мою правоту в уголовных процессах. Доказать, что я действительно не совершала инкриминируемых мне деяний. Однако голодовка пока зависла. Это пятая за последний месяц. Пенитенциар обещает и не выполняет. О, секунду. Пока что я остаюсь на том, что суды онлайн, которые навязывают чеканой, сейчас стали так же онлайн, как и апелляционные суды. Но получается, что мы только вот исты, мы остаемся в одиночестве. Там адвокаты с той стороны, там прокуратура, там судьи. Только мы находимся в пенитенциаре. Мы полностью лишены дееспособности. И отстаивать свои интересы. Вы не можете говорить с адвокатами или этот приходит вы? Конечно, вот элементарно. Вот документы. Предъявить, показать, вещественные доказательства. Вызвать специалистов в суд. Да много чего делается в судах. Понятно. Кроме того, с едой, хронически нет денег в пенитенциарной системе на медицину. Элементарная вещь. Они мне ищут деньги. На зубы я потеряла керамику за 3 тысячи евро. Ищут на хоть какой-то ремонт, как-то восстановить. 5 тысяч лень. Сколько денег в Молдове перелопачивается? В том числе и на борьбу с пытками. За три года не нашли 5 тысяч лень. Понятно. Значит, я одно хочу сказать, что этим вопросом правительство должен заниматься очень серьезно. Мы превратились практически там в рабу беззащитных. Абсолютно. Люди там беззащитных. И не знают, как себя отстоять. Понятно. Понимаете? Поэтому мы надеемся, что в новом президенте нам будет уже оказана эффективная помощь. В чем цель обращения? Всего хорошего. Вам хорошие дороги. Удачи, Бога. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.